Идея снять фильм о многодетных семьях Появилась раньше того, как объявили год семьи Самое первое, это нужно было получить благословение владыки И когда владыка благословил, он поддержал эту идею, она ему понравилась Вот тогда, в принципе, все начало складываться после этого Истории многодетных семей, они во многом поучительны И в них находятся ответы на многие вопросы, которые возникают у молодых семьях И которые мешают им решиться на очередного ребенка Потому что все эти страхи, которые присущи молодой семье Они есть у каждой молодой пары Это и страх о том, где мы будем жить, где мы поместимся, если маленькая жилплощадь Это и страх о том, что мы оденем, обуем, чем мы прокормим И прочие-прочие всякие такие вопросы Они смущают сердце молодой семьи Но когда ты знакомишься с реальным жизненным опытом многодетных семей Ты видишь, как чудесно и замечательно эти вопросы разрешаются И когда ты видишь живые глаза, ты видишь лица Ты понимаешь, что это очень духовно богатые люди Это люди, богатые жизненным опытом И это дети, которые ни в коей мере не обделены счастьем Вот об этом хотелось сказать Хотелось с этим поделиться Просто познакомить людей с современными многодетными семьями нашего города И тем самым ответить на многие страхи и стереотипы По поводу многодетных семей, которые существуют в обществе Потому что, поскольку я сам являюсь многодетным отцом Часто приходилось встречаться с непониманием Даже осуждением, порицанием Когда с супругой приезжали в роддом Спрашивали, сколько лет, какой ребенок Начинались какие-то косые взгляды У супруги спрашивали, это от одного мужа Или вы не цыганка Вот и прочее, прочее Поэтому много предрассудков существует по поводу многодетности И вот хотелось бы всех их развеять Чтобы люди рожали как можно больше детей Чтобы нас окружали детские улыбки И чтобы нас ждало процветающее будущее Смотрят на многодетных и говорят Ой, что-то ненормальное Это как-то вот неправильно Да наоборот, это нормальное состояние Это нормально, адекватно Обычная семья, которая должна быть у каждого Чтобы он действительно гармонично прожил свою жизнь Здесь и сейчас в этом мире Не надо менять никого отношения Это честно их проблема, что они так думают Надо только своим примером показывать Насколько это классно Насколько это приносит счастье в семью И насколько это возрождает нашу страну Каждым ребенком в семье Любви умножается вот ровно настолько, сколько ее было Становится в два раза больше В три, в четыре И от этого уже начинаешь зависеть У меня сейчас нет малыша Я смотрю на маленьких и думаю Счастливые какие у них есть Вот это солнышко, этот малыш Мое богатство – это мои дети Потому что есть ради кого-то жить Смеяться ради них Быть здоровой ради них Веселиться ради них Вот это и есть счастье семьи Дети – это ангелы Короче, я у них учусь быть человеком Как у всех людей, так же у детей есть леность Есть желание ничего не делать Играться, баловаться Но мы помогаем усилить их волю Как молодое дерево, которое подпирает Чтобы оно ровненько росло Так и мы стараемся с супругой подпирать их Детям нужно только родительское внимание и любовь Им по сути какая разница, что носить Что смотреть, что есть Ну вот я просто на своих смотрю Конечно, они просят какие-то сладости Но если этого не будет, ну никто не умрет Если бы я была одна Ну как бы и занималась только собой Я бы не чувствовала эту любовь, поддержку этого мира И вообще не ощущала бы так этот мир И мудрость этого мира И красоту этого мира через воспитание детей Я в институте учился, у меня был друг Он и сейчас есть, он монах уже Вот, и я ему позвонил, сказал Антон, поехали, погуляем Говорю, возьми, ну каких-нибудь подруг Просто пообщаемся с ними И он взял, была Анна и ее подруга Вот Мы первый раз так встретились взглядами В кафе Вот А потом Ну как-то я взял телефон У Антона И мы как-то вот разговорились с Анной И вот я первый раз Нашел такого человека С кем я мог Я любил очень разговаривать много По телефону И это был первый человек Который смог со мной пять часов Просто говорить по телефону И мы вот так вот встретились Встретились как бы Вот знаете Ну одна у нас была на одной волне Как можно так назвать Вот А потом я Аню пригласил Говорю, поехали в какой-нибудь город Просто прокатимся на один день Мы поехали, по-моему, в Нижний Новгород тогда Одним днем из Москвы Вот И как-то так уютно мне стало С этим человеком И все И я понял, что Вот он Этот человек, который должен быть рядом со мной Мне всегда хотелось, чтобы у меня было Десять детей Когда они начали рождаться Я поняла, что Десять – это очень сложно Ну хотя бы то, что есть Это уже ничего Но правда считаю, что Четыре – наши четыре И это мало Вот Физически не знаю, потянем ли мы больше Но надо больше Каждый ребенок Это В семью рождается любовь Иногда Когда рождается первый ребенок Родители думают Разве можно Любить кого-то еще больше Какого-то Следующего ребенка Еще больше И как это Я буду делить свою любовь На двоих детей А ее не надо делить Она умножается С каждым ребенком в семье Любви умножается Вот ровно Настолько, сколько ее было И становится в два раза больше В три В четыре И от этого уже начинаешь зависеть У меня сейчас нет малыша Я смотрю на маленьких Думаю Счастливые какие У них есть Вот это солнышко Этот малыш Вначале Ну, как бы Я думал Муж, жена Все, мы вдвоем Мы как бы для себя Живем Куда-то там ездим Нам хорошо Но наступает такой момент Когда И что дальше? Ну, да Ты съездил Ну, еще что-то Еще Это тупиковая какая-то Ситуация получилась Ну, как-то вот Тупик Все Ну, ты для себя Все сделал И все Некому поделиться Этой радостью Ну, я не говорю Что там Друзьям рассказать А именно Вот некому поделиться А когда Дети У нас Ну, один там Соня родилась Мы начали Ей внимание Уделять Ване Мы все начали Им отдавать Тут получается А когда ты Больше Жертвуешь Человеку Своего внимания Таланта Что ты Пытаешься Дать ему То тебе Возвращается То, что Столько же Возвращается Это точно Она, я считаю Еще больше Возвращается Вот И поэтому Появляется Какая-то Ну, внутри Сила появляется То есть Ты отдаешь Там Одну монетку А тебе две Возвращается Ты не понимаешь Откуда Но это возвращается В виде Допустим Вот сейчас Дети уже подросли И ты видишь Что там Ваня Допустим На фортепиано Занял там Лауреат Международного конкурса Первой степени Ты видишь Что это Твои заслуги То есть Ты вкладывал 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 А это уже Отдача Ты понимаешь Что Вот Вот она Отдача Вот она Сила Мне нравится Только Футбол И И Фортепиано Потому что У меня там Получается А я умею Плавать Сам У нас Если один человек Начал шуметь То То Все уже шумят У нас Такого не бывает Этому Можно шуметь А остальным Нельзя У нас Либо всем Можно Либо всем Нельзя Ну и тогда У нас Илюша Самый маленький Ему примерно Ему три года Он Он Иногда Начинает шуметь Но мама Нам не разрешает Ну если Илюша Немного Зашумел То мама Нам не разрешает Шуметь А Илюша Как бы Можно Потому что Он Либо расстроен Ревет Или Или Таня его Поколотила С Соней Да Мы с ней Как кошка С собакой Это как? Ну Соня Меня задел И я Начинается драга Потом я ее Случайно задел Она На меня И начинается Драга И ну Так вот Постоянно А как Миритесь? Ну Миримся Мама Говорит Что-то смешное Или я Или просто Обижаемся Потом у нас Потом Помиримся И все Это радость Потому что Сколько они Этой радости дают Помимо всех Всего быта Вот этого Ну Много всяких Проблем Конечно Но они так меркнут На фоне того Сколько дети Энергии дают Они же маленькие В них Они же чистые Они Радуются Они постоянно В радости То есть Это мы взрослые Можем Угрюмыми быть А так как Представляете Нас окружают Вот сейчас Четыре радостных Человека И мы С Аней Не можем Не быть Нерадостными Потому что Мы от них Питаемся Даже Вот То есть Они нас питают Этой радостью Мы любим Куда-то ездить Где-то путешествовать Проводить Какие-то мероприятия Все вместе Поэтому И спорт Тоже В нашем случае Например Мы тут Недавно Принимали Участие В Сочи Папа, мама Я Бегали Все вместе Бегали Прыгали Какие-то Тоже Дети были Довольны Счастливы Вот Петь песни Конечно Вместе Ну На службу Вместе ходим Там тоже Поем Меня мама Всегда очень любила Всех собирать Всю семью Тоже И чтобы Заставляла Всех Печь Пироги Петь Вот У меня Три старших Брата И Получается У родителей 19 внуков Вот И сейчас Уже не Получается Прямо Всех Собрать Просто Не умещаются А раньше Когда их было Там 10-12 Стабильно Там на каждый День рождения Юбилей Собирались Все Много Человек И общались Просто Даже общались Вот Все будет У ребенка Столько Сколько Надо Ребенку Не маме С папой Чтобы На Мальдивы Слетать А вот Ровно Столько Сколько Надо Ребенку И таких Чудесно Смотрелись Мы У людей У которых Там 8-6 Детей Которые Жили В клетушке 30 метров Потом В большой Дом Переехали Вот Ни с того Ни с сего Или Кто-то Пустил В квартиру Бесплатно Жить Или еще Что-то Такое Происходит Или Внезапно Какая-то Работа Свалилась Вот Так Выживаю То есть Часто Дети Родители Говорят Мы не Хотим Больше Детей Потому Что Это Очень Сложно И финансово И не потянем И как Они будут Дальше Каждого Ребенка Нужно Обеспечить Квартирой А смотришь И понимаешь Что Вы только Решитесь И все У вас Будет Все Будет Вот так Как Надо Это Просто Наблюдение За Большим Количеством Не Лично Нашей А вот За Большим Количеством Многодетных Семей Мое Наблюдение У меня Много У меня Только У каждого Брата По пятеро Детей И вот Нужно Если Смотреть На всех У кого Больше Все Всегда Дети Не остаются Отдельно А общество Ну Надо Наверное Показывать Пример Может быть Не знаю Мне кажется В обществе Не нравится Когда дети Там Плохо Одетые Какие-то Очень Наглые Я скажу Что Многодетные Дети На детских Площадках Как вы Сказали Они Да Друг за Другой Горой То есть Кто-то Кого-то Тронул Они Могут И Сами Друг С Другом Ссориться Но Если Кто-то Тронул Своего Пойдут Уже Братвой Кто Там Нашего Обижает Я Это Останавливаю Но В целом Мне кажется Это Больше Положительный Момент Чем Отрицательный Вот Я Помню Себя С Двух Лет Примерно Я Была Одним Ребенком Ну Вот С Четырех Лет Ваня У меня Во-первых Ревность Во-вторых Когда ты Один То Тебе Скучно Невозможно С кем-то Поиграть И маме Тоже Неудобно Тебе Надо Всегда Играть С ребенком Хорошо Но Но Плохо То Что Этот Брат Не Подрос И Ну Я С ним Не могу Поиграть И Ну Я Хочу Автомат С Орбитами А Мне Автомат Так Купят Могут Купить А Орбиза Нет Потому Что Илюша О О Оскорбинка И И У Мама Понимает В какой-то Момент Что Ну Все Ее Жизнь Вот В этих Детях Дальше Если Ты Хочешь Развиваться Жить То Только Вместе С Ними То Не Надо Кому Отдать И Начинать Развиваться Самой Нет Вместе С С Ними Все Вместе С Ними И Тогда Это Будет Интересно И твоя Жизнь Их Ну Чуть Сложнее Чем Одному Но Интереснее Миллион Раз Вот Мы Едем Кататься На Сноубордах Мне Не Интересно Кататься Самой Уже Мне Интересно Смотреть Как они Как горох За другом Едут Я им Говорю Так Ребята Я Сейчас Поеду Вон Туда В лес Вы Так Не Умеете Вам Туда Не Надо Вы За папой Спокойно По трассе Езжайте Они Все Втроем Ага И Ровно За мной В лес Что же Я с вами Здесь Делать Буду Ну Ладно Поехали Вот Так Катаемся Мне Кажется Замечательная Идея Через Лет Пять Или Десять Встретиться С героями Нашего Фильма И Посмотреть На Детей Как они Уже Повзрослеют Посмотреть На Родителей Как Они Поменяются Потому Что Вообще Любое Дело Успех Его Или Неудача Это Все Отслеживается В Динамике В Процессе Вот Поэтому Конечно Спустя Какое-то Время Было Было Интересно Посмотреть Я Думаю Снять Продолжение Нашего Фильма Это Замечательная Идея И Если Даст Бог Я Думаю Воплотим Тихо Нашего Тихо Тихо